Добрый день! Мы уже сняли фильм про водяную воронку. Но оказывается, для получения воронки не обязательно набирать полную ванну воды, а потом сливать ее. Достаточно использовать такое простое устройство как магнитная мешалка. Здесь установлен электродвигатель, а к нему на планочке прикреплены два сильных неодимовых магнита, ориентированные вверх разными полюсами. Включим мотор и магниты завращались. Теперь я взял стальную проволоку, она упакована в пластиковый кожух, чтобы уменьшить трение. Положим ее на подставку и она вращается вместе с магнитами. А теперь я возьму стакан с водой и брошу проволоку в него. Проволока вращается, увлекаемая магнитами, и постепенно на поверхности воды появляются углубления и формируется воронка. Добавим напряжение. И в стакане возникла прекрасная воронка, напоминающая могучие смерчи торнадо. Но остается самый главный вопрос. Если вода никуда не вытекает, как вообще может возникнуть эта воронка? Как можно объяснить это чудесное явление? Когда мешалка работает, она производит сразу два действия. Во-первых, она вовлекает во вращение всю воду в стакане. Но если бы вся вода вращалась как единое целое, то ее поверхность прогнулась бы по параболоиду. Однако мешалка производит и второе действие. Она отбрасывает воду от центра к стенкам стакана. Эта вода поднимается вверх вдоль стенок стакана и возвращается вдоль его оси, так что на первичное вращение воды накладываются вторичные вихри. Такое промешивание выравнивает моменты импульса, по всему объему воды в стакане. Так что произведение скорости вращения на расстояние до оси стакана оказывается повсюду одним и тем же. И чем ближе к оси находится частица, тем больше ее скорость. Это соотношение не выполняется только вблизи оси стакана, ведь скорость при нулевом радиусе не может быть бесконечной. А еще у нас имеется закон Бернулли. Сумма кинетической энергии ρв квадрат пополам, потенциальной энергии ρh и давление p есть величина постоянная вдоль линии тока. На свободной поверхности воды давление всюду равно атмосферному. При приближении к оси скорость воды быстро растет. Поэтому уровень воды резко понижается с уменьшением радиуса и формируется воронка. Такая же, как при вытекании воды через отверстия на дне сосуда. По нашей теории, если воронка сформировалась, она должна доходить до самого дна стакана. Но мы видим, что кончик воронки висит посреди стакана и вовсе не доходит до его дна. Ясно, почему так получается. Силы поверхностного натяжения стремятся разгладить кончик воронки. И их роль тем значительнее, чем тоньше этот кончик. Но сделаем еще один опыт. Возьмем трубочку и отсечем часть воронки. И мы видим, что воздушные пузыри висят на оси и вовсе не хотят всплывать. Иногда они поднимаются до основной части воронки, а иногда опускаются вниз и разбиваются на совсем мелкие пузырьки нашей вертушкой. Почему же пузыри держатся на оси воронки? Разве на них перестала действовать Архимедова сила? Как же это можно объяснить? Несмотря на то, что поверхностное натяжение не дает воронке вытянуться дальше вниз, поверхность, на которой давление равно атмосферному, продолжает опускаться вглубь воронки. На таких же поверхностях, только сдвинутых на большую глубину, давление будет больше атмосферного. Так что давление вдали от оси растет в основном вглубь, а вблизи от оси в основном с увеличением радиуса. Но тогда в приосевой области под носиком воронки давление неожиданно оказывается меньшим, чем атмосферное. Теперь представим себе, что в воде вблизи от оси стакана появился пузырек. Вы думаете, что он будет всплывать вверх? Ничего подобного. Он будет всплывать в сторону уменьшения давления, то есть по направлению к оси стакана, и повиснет там. Воздушные пузырьки, нанизанные на вихревую нить, особенно хорошо видно в высокой мензурке. Здесь воронка опускается до половины высоты мензурки. А дальше мы видим вихревую нить, которая идет до самого дна. Мы сделали еще один опыт. Налили на поверхность воды подсолнечного масла и запустили мешалку. И уже на совсем небольших оборотах у нас получилась отличная воронка на границе раздела между маслом и водой. Вы видите, как кончик воронки разбивается на мелкие масляные капельки, и эти капельки отмечают вихревую нить, тянущуюся от кончика воронки к вертушке. Но при этом поверхность масла остается почти горизонтальной. Воздушной воронки на этой поверхности не возникает. Как вы думаете, почему это происходит? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok